Сегодня речь пойдет о вере. Уже много было сказано об этом качестве. И оно, я думаю, очень важное. Самое важное после любви, конечно. Потому что, как сказал Господь, что без веры Ему вообще угодить невозможно. Но вера, она настолько многогранна, что ее можно рассматривать с очень многих сторон. И сегодня давайте рассмотрим с одной интересной стороны, которая коснулась именно меня. Когда я читал Слово Божье, я изучал его. Когда я читал Слово Божье, я хочу начать с Ветхого Завета. Я хочу начать с Ветхого Завета. С книги пророка Исаии. С книги пророка Исаии. Итак, в одни царствования Ахаза, царя иудейского, объединились между собой два царя. Это Рицин, царь сирийский. Резин, king of Zyria. И Фокей, царь израильский. И пошли против Иерусалима. С целью завоевать его. Но Ахазу было возвещено, что сириане расположились в земле Ефремовой. И Ахазу было извещено, что сириане приехали в земле Ефремовой. Как это записано у Исаии в 7 главе, 2 стихе. И всколебало сердце его, то есть царя. И сердце народа его. И сердце народа его. Как колеблются от ветра дерева в лесу. То есть мы видим, что царь и весь народ, они пришли просто в смятение. Они были исполнены страхом. Но Господь посылает своего пророка Исаию навстречу Ахазу. Но Господь посылает своего пророка Исаию навстречу Ахазу. Чтобы передать ему свое послание. Это записано в стихах 4, 7. Верси 4-7. Наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывай сердце твое от двух концов этих дымящихся головней. От разгоревшегося гнева Рицина и Сириян и сына Рималинина. Сирия, Ефрем и сын Рималинин умышляют против тебя зло. Сирия, Ефрем и сын Рималинин умышляют против тебя зло. Говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тивиилова. И тут пророк говорит, но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. И далее Господь пророчествует через Исаию о судьбе Сирии, о судьбе Рицина и Ефрема. И в конце он говорит то, что сегодня будет лейтмотивом данной проповеди. И в конце он говорит то, что сегодня будет лейтмотивом данной проповеди. Это стих 9. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Вот на этом сегодня хочется сделать особый акцент. Возникает вопрос, что значит быть неудостоверенным, неудостоверенным, простите. И это понятие этого слова, оно становится ясным после дальнейших слов Господа, которые он обратил к Ахазу. И мы seem to have a clarification from the third words that are spoken to king Ahaz. Это стих 10 и 11. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал. Проси себе знамение у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. То есть Бог предлагает удостоверить Ахаза в том, что то слово, которое он сказал о нем, состоится. То есть он предлагает ему знамение. И все священное писание, мы знаем, как ветхий, так и новые заветы, они дают нам много примеров. Как Бог дает удостоверенность тем, кто просит его об этом. И даже не только тем, кто его просит, но он все равно дает это. И чтобы поверили его слову. Давайте вспомним некоторые из этих примеров. Но прежде всего я хочу заметить, что необходимость удостоверенности, она возникает от чего? Сейчас подумаем. Давайте подумаем. Почему мы должны быть в основном, что после того, как человек получает какое-то откровение от Бога для себя. Это из-за того, что когда человек получает какую-то откровение от Бога для себя. Он в первую очередь обращает внимание на самого себя. Он, first of all, looks at himself. То есть на обстоятельства, в которых он находится. At the circumstances that he's in. На его собственные возможности. His own abilities. На его собственные способности. His own opportunities. Но не на всемогущество Бога. But not at the almightiness of God. Чье слово мы знаем есть да и аминь. Whose word we know it's yes and amen. Итак, сейчас мы с вами перейдем к примерам. So we'll come to the examples. Самый такой яркий пример ветхого завета, я думаю, это Моисей. I think one of the clearest examples in the scripture is Moses. Мы знаем, что Моисей, когда убежал из Египта, да, он сорок лет пас овец у Иофара. We know that when Moses fled Egypt, he was shepherding for 40 years for Jephthro. Иофар это его тесть и Моисей сорок лет пас овец в пустыне. Jephthro was his father-in-law and Moses was looking after the sheep of Jephthro for 40 years. И вот в очередной раз, когда он пас овец. And another occasion when he was just looking after the sheep. Он повел свое стадо к горе Хариф. He led his flock to the mount of Harib. И там он встретился с Господом. And there he met the Lord. С Господом, который заговорил с ним из среды горячего тернового куста. With the Lord who spoke to him from the fiery bush. Господь позвал его к себе. И сказал ему, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Затем Господь сказал, что он увидел страдание народа своего в Египте. Услышал вопль его. И идет избавить его от руки египтян. И вывезти свой народ из Египта в землю, где течет молоко и мёд. И затем звучит рема для Моисея от Господа. Это исход 3, 10 стих. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh. Выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. That you may bring my people, the children of Israel. Ну, и услышав такое. Out of Egypt. So he heard. Моисей сразу же обратил внимание на себя. When he heard this, Moses instantly looked at himself. Он посмотрел на себя, конечно же, как на пастуха овец. He looked at himself as a shepherd. Который убежал из Египта 40 лет тому назад. Который убежал из Египта 40 лет тому назад. По какой причине? Из-за страха того, что его могут там казнить. Из-за того, что он совершил убийство. Because of the fear that he might be punished. И с этим настроением он обращается к Богу. And with this attitude, he speaks to the Lord. Это стих 11. Verse 11. Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта, сынок Израилевый? Who am I, that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Итак, Бог, он видит состояние Моисея. Он видит его мысли. Он видит его неверие в то, что Моисей способен на то, к чему призывает его Господь. So God can see the state of Moses, his thoughts, his unbelief, and the fact that Moses is able to do the things that God is asking him. И Бог знает, что Моисея нужно удостоверить в том, что он справится с поставленной перед ним задачей. And God knows that he needs to establish Moses in the fact that, in his task ahead. То есть вот сейчас идет речь о том, чтобы удостоверить человека, да? He was talking about God establishing a person. И вот это записано в стихе 12. Verse 12. И сказал ему Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. So he said, God said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. И Бог уже пророчествует Моисею о том, что произойдет, когда он уже выведет народ из Египта. So God is now prophesying to Moses about what will happen when Moses takes the people out of Egypt. Господь говорит, что вот на этой горе, на которой я с тобой сейчас разговариваю, будет совершено ему служение, Господу. You will serve, you will do a service for the Lord. Но для Моисея и этого было мало. But it was not enough for Moses. Чтобы поверить. For him to believe. Потому что он начал думать о своих братьях. Because he started to think about his brothers. Об израильтянах. Об израильтянах. Которые все-таки они могут его и не послушать. Because they may not listen to him. Не поверить ему. May not believe him. Опять же из-за того, что произошло с Моисеем в прошлом. Again, because of what happened to Moses before. Хоть Моисей и был 40 лет в пустыне, не пас овец. He was a shepherd for 40 years in the desert. Но в памяти у него все-таки было то, что произошло, и как к нему отнеслись его братья. In his memory it was what happened 40 years ago, and how his brothers treated him. Это тоже для нас с вами очень показательная ситуация. It's an interesting situation for us. Потому что когда мы с вами принимаем Господа в свое сердце. Because when we accept the Lord into our heart. Становимся верующими. We become believers. И мы пытаемся евангелизировать нашим близким, родным, друзьям, знакомым. We're trying to evangelize to those around us, our close ones, relatives, friends. Но они помнят, зная нас в прошлом, как мы жили, да? And they remember us, how we lived before. Они очень осторожно относятся к нашим словам. They're treating our words carefully. И чтобы нам с вами поверили. For us to be believed. Нам необходимо удостоверить слушающих нас. We need to establish those who listened to us. То есть вы не поверили, потому что не были удостоверены. You did not believe surely because you were not established. Но мы еще вернемся к этому вопросу попозже. We'll come back to this question later. А сейчас о Моисее. So Moses. И вот Моисей вновь обращается к Богу. So Moses again speaks to God. Это записано в Исаии 3, 13, 15. И сказал Моисею Богу. И Моисею Богу. Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им. Indeed, when I come to the children of Israel and say to them. Бог отцов ваших послал меня к вам. The God of your fathers has sent me to you. Они скажут мне. And they say to me. Как ему имя? What is his name? Что сказать мне им? What shall I say to them? И Бог сказал Моисею. And God said to Moses. Я есть сущий. I am who I am. И сказал, так скажи сынам Израилевым. And he said, thus you shall say to the children of Israel. Сущий послал меня к вам. I am has sent me to you. И сказал еще Бог Моисею. Moreover, God said to Moses. Так скажи сынам Израилевым. Thus you shall say to the children of Israel. Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Затем Господь повелевает Моисею собрать старейшим и сказать им о намерении Бога вывести Израиль из рабства египетского. Then God says to Moses that Moses get together all the elders and tell them about the intention of God to take Israel out of Egypt. И ввести в ту землю, где течет молоко и мед. And takes them to the land which is flown with milk and honey. И затем Господь открывает Моисею всю картину того, что произойдет. And then God reveals to Moses all the whole picture of what is to take place. То есть народ послушает его. God, oh sorry, the people will listen to him. Старейшины пойдут вместе с ним к фараону. The elders will go together with him to the pharaoh. Чтобы просить его отпустить народ на три дня в пустыню. Для того, чтобы принести жертву Господу. Но фараон не отпустит их. И так как Бог ожесточит сердце фараона. То Господь поразит фараона многими язвами. Явит очень много чудес и знамений. И только после этого фараон отпустит Израильтян. И что израильтяне, когда будут выходить из Египта, они просто оберут Египтян. И что вы думаете, услышав обетование, сказанное самим Господом. Моисей продолжает сомневаться в том, что старейшины народа послушают его. Моисей still doubts that the elders of Israel will listen to him. И при этом они могут сказать. And they may say. Не явился тебе Господь. The Lord has not appeared to you. Что сказать им? What should I say to him? То есть Моисей опять нуждается в том, чтобы Господь удостоверил его. Моисе needs again for God to establish him. Чтобы в первую очередь самому удостовериться. For him to be sure. И потом удостоверить еще и старейшин, что его действительно послал Бог. And for him to establish later the elders that God truly have sent him. Что он встречался с Господом и получил от него это откровение. That he met the Lord and received the revelation directly from God. И тогда Господь совершает чудеса. Вы их помните, конечно. И тогда Бог does miracles. Конечно, you remember them. Он совершил это чудо с жезлом Моисея. Он совершил это чудо с жезлом Моисея. Который превратился в змея. Который превратился в змея. И с рукой Моисея. И с рукой Моисея. Которую он засунул себе в пазуху, а потом вынул. И рука побелела от проказа. И рука побелела от проказа. И когда Моисей повторно сделал то же самое. Со своей рукой. Со своей рукой. То она стала опять телесного цвета. It was new natural color again. И еще Господь сказал. И если после этих двух чудес старейшины не послушают тебя, то ты, Моисей, возьми воды из реки и вылей ее на землю. И она превратится в кровь. Казалось бы, уже все сказал и показал Бог Моисею. It seems like God has shown everything to Moses for Moses to be established and fully believe. Именно так, как сказал ему Господь. For Moses to believe that it will happen exactly as God has said. Но, увы, не тут-то было. But that was not the case. Моисей оказался крепким орешком. Моисей был жестким орешком. И сказал Моисей Господу. And Moses said to the Lord, О Господи, человек я неречистый. О, my Lord, I am not eloquent. И таков был и вчера, и третьего дня. Neither before, nor since. И когда ты начал говорить с рабом твоим, since you have spoken to your servant, я тяжело говорю и костноязычный. But I am now, I am slow of speech and slow of tongue. Это записано в 10 стихе. Verse 10. Господь опять дает понять Моисею, что Он Бог всемогущий. God tries to explain to Moses that God is almighty God. Он Бог, который дает человеку устав. That gives mouth to people. Он может сделать человека глухим и немым. You can make the person mute or deaf. Зрячим или слепым. Visible or out of sight. Он говорит, не я ли Господь Бог? He says, am I not Lord God? И объясни в очередной раз Моисею, что Он Бог всемогущий. That He is almighty God. Господь вновь призывает Его. Lord calls him again. Это стих 12. Verse 12. Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Now, therefore, go, and I will be with you, with your mouth, and teach you what you shall say. What was Moses' reaction to this case? He listened to God carefully. And with such a calm voice, he said, Lord, send someone else, whom you can. Как вы думаете, так ли это было? Do you think it was the case? Имеется ввиду так спокойно, Моисея ответил Богу. Do you think Moses answered in such a calm voice? Я думаю, что нет. I don't think so. Моисея, конечно же, позапил Господа. Moses cried out to the Lord. Господи! Lord! Пошли кого-нибудь другого! Send someone else. Кого только можешь. Whomever else you may send. Я могу так сказать, потому что вы помните, я был там, да? You remember, I was there, so I can know for sure. И сейчас хочется немножко озвучить мысли Бога, которые он не высказал. Ну, позвольте мне это сделать. Please allow me to sound the thoughts of God that he did not speak out. Бог говорит, Моисей, he says, Moses, whom should I send? Они все уже там. They're already there. for a long time. А ты, Моисей, you, Moses, I would like to send you because I've been preparing you for the rest of your life. Но произошло на самом деле не так. That's not how it happened. Господь, мы знаем, наш долготерпелив и много милости. Но Моисею в тот момент удалось все-таки Бога довести до гнева. But Moses brought God to anger. Я не думаю, что это был такой очень серьезный гнев, потому что мы знаем, когда Бог гневается, Он наказывает. It was a serious anger because when God is angry, He can punish. Ну, на этот раз Господь, видимо, сказал, так строго, что Моисей все понял. But probably God said things so strictly, so Moses did understand. И возгорелся гнев Господень на Моисея. So the anger of the Lord was kindled against Moses. И он сказал, He said, разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? There's no iron in the liver, your brother. Я знаю, что он может говорить вместо тебя. I know that he can speak well. Ну и что, Моисей? Он, наверное, в тот момент подумал, ну да, брат-то у меня есть. He probably thought, yeah, I've got a brother. Но не видел он меня уже 40 лет. И как он встретит меня? Что он обо мне подумает? Как о беглеце, который скрывается от наказания? Но от Бога ничего не сокрыто. Он видел и эти мысли Моисея и сказал ему об еще одном знамении. Опять же, чтобы удостоверить его. И вот он выйдет навстречу тебе, то есть брат. И увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Это записано в 14 стихе. Для Моисея это было действительно знамением. Которое удостоверило его и укрепило его веру. Вот так нужно было Богу потрудиться над сердцем Моисея. Чтобы он впоследствии исполнил его волю. И то предназначение, которое было ему дано от Господа. И мы знаем, что впоследствии оно так и произошло. Вот такой процесс веры через удостоверение. Давайте рассмотрим еще один пример из Ветхого Завета. Let's have a look at another example from the Old Testament. Вы знаете, таких примеров очень много. Я тут вот очень много написал. Я не знаю, будет ли у вас терпение дослушать все до конца. There's many examples in the Bible. I don't know if you have enough patience to listen to all of them. Но эта тема, она такая вот обширная. То есть, можно говорить, размышлять и очень долго. This is why it's a subject where we can talk and think and reason for a long time. Our God is endless and so is the Word is endless. And God is calling us to expand our faith and love and patience. Let us move on and let God help us. Another example which is quite clear. We study the Old Testament so I think you all remember this example. It's a book of Judges. We talk about Gideon. He was a judge of Israel. God also established him showing his miracles. Science. И мы знаем, что в то время когда Gideon выколачил пшеницу в Тачили, we know that Gideon was doing his work with some straw. Да, он прятался от Мадеонитян. He was hiding from Midianites. Это записано в книге Судей 6-12. Явился ему ангел Господень и сказал ему Господь с тобою, муж сильный. The Lord is with you. you mighty man of valor. И Gideon сразу же начал задавать вопросы ангелу. Спрашивая его, а где же чудеса Господни? Если ты говоришь, что с нами Господь, Бог. и почему нас постигло вот это бедствие, в котором мы сейчас живем? И почему нас постигло вот это бедствие, в котором мы сейчас живем? Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя. Это он говорит Гидеону, который только что прятался от Мадеонитян. И он говорит, иди с этой силой. И он говорит, иди с этой силой. На свои возможности, на свои способности, на свое положение в обществе, так скажем. И его статус в обществе. То есть, очень много аспектов, куда человек может посмотреть. Итак, Гидеон сказал ему, то есть, ангелу. Гидеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене монассиеном самое бедное. И я в доме отца моего, младший. И как сказал ему Господь. И the Lord said to him, я буду с тобою, и ты поразишь Мадеонитян как одного человека. Surely, I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. То есть, 15-16. Verses 15-16. Чтобы поверить в то, что с ним, с Гидеоном говорит сейчас Господь, to believe that the Lord is speaking to Gideon right now. Gideon needs to be established through a sign. He's asking angels not to go away, not to leave until Gideon has come back. With a gift and offers it to him. And angel agreed. Gideon вернулся с приготовленным мясом ягненка с опресноками и с похлебкой with some other food and bread. Angel сказал ему положить мясо и опресноки на камень и вылить похлебку и вылить the other food on. Затем angel простер свой жезл который был у него в руке коснулся мяса и опресноков из камня вышел огонь и поел все что на нем было и ангел скрылся от глаз Gideon Gideon конечно в тот момент был очень сильно напуган потому что он увидел ангела и он подумал конечно что он умрет после этого как это было предупреждение для человека кто встретится с Господом тот умрет но Господь ободрил его и утешил сказав что он не умрет Gideon ободрился и построил Господу жертвенник на том месте когда языческие народы объединились чтобы напасть на Израиля то Дух Господень объял Гидеона и он собрал большое войско из колен Израиля и сказал Гидеон Богу если ты спасешь Израиля рукою моею как говорил ты то вот я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть если роса будет только на шерсти а на всей земле суха то буду знать что сделаешь рукою моею спасешь рукою моею Израиля как говорил ты это записано в стихе 36-37 то есть другими словами Гидеон говорит Богу что он хочет удостовериться в истинности его слов и когда Господь совершает то знамение о котором Гидеон его попросил и когда Господь совершает то знамение Гидеон пообещал ему что он исполнит все что Бог сказал ему он опять вопрошает Бога еще об одном знамении но вы знаете о каком чтобы земля была мокрой а шерсть была сухой и оно так и произошло и таким образом удостоверившись Гидеон с уверенностью уже идет со своим войском в стан врага Гидеон с уверенностью идет с помощью сухой можно сделать акцент на том что как Моисей так и Гидеон они никогда до этого с Богом так не встречались правда поэтому Бог очень снисходителен и он видит ситуацию он знает все абсолютно как и мы с вами абсолютно индивидуально и у Бога каждому из нас свой подход ну давайте , теперь посмотрим некоторые примеры из Нового Завета не устали вы еще но их будет немного только если вспомним когда Иисус Христос избирал себе учеников одним из них был Филип 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 в свою очередь находит Нафанаила Филип finds Натхана и говорит ему и это записано в Евангелии от Иоанна первая глава 45-46 мы нашли того о котором писал Моисей в законе и пророках мы have found him whom Моисе и law and the prophets wrote Иисуса сына Иосиф из Назарета Jesus of Назарев the son of Joseph но Нафанаил сказал ему из Назарета может ли быть что доброе Филип говорит ему Филип said to him come and see то есть Филип предлагает Нафанаилу пойти и удостовериться самому so Филип is offering to Nathanael to make come and have a look and make sure himself when Nathanael approaches Jesus я видел тебя это 48 стих в этот момент Нафанаил удостоверился что перед ним стоит сам Господь и он своими устами уже провозглашает and with his mouth he proclaims Rabbi you are the son of God you are the king of Israel Jesus answered and said to him because I said to you I saw you under the tree do you believe you will see greater things than these Jesus ему другими словами сказал ты поверил потому что ты был удостоверен когда он сказал о нем слово знания и подобный случай произошел с самарянкой как вы помните когда у колодца она разговаривала с Иисусом Иисус сказал о ней слово знания и через это она получила удостоверенность что это говорит с ней истинно Господь затем она пошла в свой город вы помните и по ее свидетельству уже многие самаряне уверовали в Господа а еще большее число уверовало когда с ними говорил сам Господь то есть они пришли чтобы удостовериться в истинности свидетельства самарян и когда они увидели и услышали Иисуса то признали что Он истинно есть Спаситель мира Христос это вы можете почитать у Иоанна 4 42 итак мы рассмотрели с вами примеры из Библии которые все вышеперечисленные персонажи нуждались в том чтобы удостовериться в истинности того что с ними говорит Бог да и чтобы впоследствии поверить в исполнение тех обетований которые Господь сказал для них и я думаю что после всего услышанного после этой проповеди у вас возникнет вопрос всегда ли нам нужно удостоверяться в истинности слов и обетований которые говорятся в наш адрес чтобы затем поверить в это или сразу же принимать на веру и начинать осуществление ожидаемого мы же с вами знаем что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого и однозначно на этот вопрос ответить нельзя потому что это зависит от многих условий от многих обстоятельств от многих ситуаций от многих причин и many reasons это зависит от того насколько близки у человека отношения с Господом first of all the important thing is how close you are your relationship with God от приобретенного человеком духовного опыта the spiritual experience how much do you have it what is your status in serving God depends on your spiritual state и так далее и так далее и тому подобное это можно перечислять в некоторых случаях Бог даже может наказать человека за то что он хочет удостовериться в истинности его слов и такой пример у нас есть в Библии вы знаете Библия она настолько уникальна и удивительна на все времена и все поколения так скажем и нам столько оставлено примеров для назидания для научения слава Богу одним словом Библия это книга Бога духовная и вот давайте рассмотрим этот пример когда Бог наказал человека за то что он захотел удостовериться let's have a look at the example that the God is punishing someone who wanted to be established in God's word это первосвященник Захария когда он справлял службу святой святых ему явился ангел Господний и сказал что его жена Елисавета родит ему сына и что бы он назвал его Иоанна затем ангел говорит пророческое слово о служении Иоанна и тут Захария решил попросить удостоверение в истинности слов ангела Божьего asking to be established in the truthfulness of the words of the angel это записано в Луки 1.18 и сказал Захария ангелу Захария said to the angel how shall I know this for I'm old man and wife is well advanced in years Захария is like any common man but he was not a common man right he was not supposed to be common he looked at himself his wife forgetting that he is a high priest he is in the holy of holies and he is speaking to the angel of the lord angel did not like this reaction and he speaks to him verses 19 20 I'm Gabriel who stands in the presence of God and was sent to speak to and bring you these glad tidings but behold you will be mute and will not be able to speak until the day these things take place because you did not believe my words which will be fulfilled in their own time so that's what happened to Zacharias if you remember the beginning of the sermon let's go back it's a story about king Ahaz king of Judah you remember what happened he turned out to be a very wise person Lord spoke to him if you will not believe surely you shall not be established moreover the Lord spoke again to Ahaz saying ask a sign for yourself from the Lord your God ask it either in the depth or in the height above and this is Ahaz's reaction and Ahaz said I will not ask nor will test the Lord have you heard this the king of Judah who had contact with God through prophet Isaiah he saw that everything that Isaiah is speaking is received from the Lord it always has been happening because the Lord himself was speaking that so finally I would like to bring to you through this sermon from this word is when we speak to people who do not believe about the Lord we need to establish them in the truthfulness of our words for them to believe for this we need the power of God we need his anointing we need his gifts and all this must be based on his great love be blessed may God help us thank you for listening thank you for listening to the Lord you Субтитры подогнал «Симон»!